Продолжение следует... Я хочу, чтобы вы сейчас похлопали себе, потому что вы тратите свой выходной день, воскресенье. Я это всегда люблю говорить, выходной день, когда проходит конференция. Вы тратите этот день, чтобы узнать что-то новое, полезное, интересное, обменяться опытом. Поэтому прошу вас поддержать меня в этой инициативе. Вы большие молодцы. Итак, поехали. О чем мы сегодня будем-то говорить? Будем, значит, я представлюсь. Во-первых, меня зовут Владимир Цукур. Я уже инженер со стажем более 10 лет. Я с Java работаю больше 10 лет. И за это время успел как бы насладиться или даже, как это сказать, получить некоторое такое негативное впечатление про то, как можно в Java писать boilerplate-ный код. Мы все знаем эти getter, setter, equals, хеш-коды. Они страшно выглядят. От них хотелось бы убрать. И не только то, что я перечислил, а еще много разных вещей. Вот у моего текущего заказчика ZoomData мы тоже активно используем этот инструмент, о котором я буду сегодня говорить, Lombok, для того, чтобы сокращать количество кода. Что такое boilerplate? Я думаю, да, мы будем про две вещи говорить сегодня. Первая вещь, о которой мы будем сегодня говорить, это, собственно, сам boilerplate. Это вы все знаете, это код, который повторяется в разных местах. И нам необходимо его, мы можем его как-то немножко поменять, а может быть нам даже и не нужно его менять, а просто нужно копировать в разных местах. Это первая вещь, о которой мы будем сегодня говорить. Но есть еще более приятная вещь, вот такая вот. Мы сегодня с вами после этого доклада, после 7 часов, у нас будет замечательный виски-пати. Поэтому вы обязательно оставайтесь. Мы хорошо проведем время после этого доклада. И для того, чтобы вы знали, о чем мы-то, собственно, о чем мы-то будем выпивать, я хочу вам рассказать про виски. Вот. Я вам хочу рассказать про виски. Да, кстати, пати, наверное, будет выглядеть приблизительно вот так вот, наверное. Может быть даже еще немножко более активно. Вот. Но мы поговорим с вами про виски. Вот это хороший вискарик, и, наверное, один из этих экспонатов попадет сегодня на наши столы. Итак, showtime. На что мы посмотрим? Ну, есть у меня такой злачный проект, в котором есть классы виски. Да, вот класс виски. Что такое вообще виски? Ну, во-первых, это бренд-дилейбл. Всем, надеюсь, хорошо видно, да? Отлично. Значит, бренд-дилейбл. Это, например, там, Джек Дэниелс, Джонни Вокер. У нас сегодня будет Беллс. Я открою маленький секрет. У нас виски сегодня будет Беллс. Это, собственно, бренд-дилейбл виски. Интересное и самое, наверное, эффективное – это алкоградусы, да? Сколько там у виски алкоградусов? Бывает 40 обычно, как у привычной водки и других интересных напитков. Но бывает и больше на самом деле. То есть виски – это не только 40-градусный напиток. Но самое интересное – это из чего он делается. А делается он из ячменя, кукурузы и ржи. И на самом деле эта консистенция может меняться. То есть вы не обязательно все делаете из ячменя, солод, а вы можете, допустим, намешать. Поэтому у нас есть мапа, в которой по ключи основа, а по интегеру чует, сколько в процентном содержании этого вещества. И еще есть интересный тип виски. Вот это вот как бы оригинальный. Взяли солод, нафигачили виски, выпили, порадовались. А есть виски читеры. Это купажированные. Это уже сделали виски разные, а потом просто смешали и вот это вот пьют. Кстати, сегодня будет купажированный виски. Купажированный виски не обязательно плохой. На самом деле купажированный виски есть тоже очень классный. Но самый крутой – это односолодовый на ячмене. Это тот, который на 100% сделан из ячменя. Обязательно попробуйте, я вам расскажу про хорошие экземпляры. А есть бурбон. Джек Дэниелс. Кто знает Джек Дэниелс? Пили Джек Дэниелс. Любите Джек Дэниелс? Не любите Джек Дэниелс? Джек Дэниелс делается на кукурузе. Основной компонент 50% этого напитка – это кукуруза. Вот это интересное в нашем классе. Вообще самое вот офигенное, о чем может быть в этом классе, мы уже прошли. А дальше идет трэш и угар. Геттеры, сеттеры какие-то, equals, хеш-код и тустринг. Я бы хотел от этого всего избавиться. И, кстати, если мы посмотрим на Finder, где у меня тут этот Finder, то размер-то этого файла будет, смотрите, 3725 байт. Ну, запомните, 4 килобайта, грубо говоря. Окей. У нас есть 4 килобайта. Теперь давайте подключать героя нашей презентации. А герой нашей сегодняшней презентации – это ламбок. Я иду в зависимости, говорю, дружище, мейвен, мне нужен ламбок последней версии. Мейвен слушается, подключает мне его. И я начинаю делать магию. Магия наша начинается с простой вещи. Давайте мы просто возьмем, да и уберем вот эти вот геттеры, сеттеры. О, давайте, чтобы вам было видно. Вот тут с левой стороны вы будете видеть все наши поля, методы, все-все, структуру нашего класса. Теперь мы вот так вот берем эти все геттеры, сеттеры и просто нафиг удаляем. Бабах. Вот. Их нету. Теперь я могу пойти сюда и сказать, опа, а давай-ка мне геттер на все поля моего класса. Видите, опа, они появились вот там вот левой стороне. Могу сеттер добавить. Опа. Вот у меня и сеттеры вот здесь вот появились. Замечательно. Мы справились с геттерами и сеттерами. Как нам добавить equals и хэшкод? Ну, как вы знаете, между equals и хэшкодом есть определенный контракт. То есть они там не просто произвольные, независимые друг от друга. Они зависят друг от друга. Поэтому в ломбоке есть замечательная аннотация equals и хэшкод, которая добавит нам его. Ой, кстати, equals и хэшкод я не удалил, поэтому я сейчас возьму, да и уберу его. И toString. А toString мне тоже не нужен. Зачем мне toString? В принципе, написать содержимое объекта – это очень просто. Я вот так вот сделаю toString. Вот. Вроде бы все замечательно, все круто. И, кстати, друзья, у меня еще есть виски-тест. Вот. Виски-тест, он что делает? Ну, он, короче, вот проверяет, что геттеры должны работать. Ну, да, примитивный тест, но я люблю TDD, поэтому здесь это добавил. Equals и хэшкод для одинаковых виски работает правильно. Что тут у нас еще? Виски печатает себя. Ну, короче, мы тут проверяем, что у нас все работает совершенно верно. И зачем я это сделал? Ну, мы сейчас же меняем-то виски-класс, поэтому мы хотим убедиться, что меняя его, у нас не меняется поведение, что у нас остается все таким же самым. Окей, пока у нас все хорошо идет. Я уже доволен презентацией, все отлично проходит. Но вот эти вот четыре дополнительные строки меня бесят. Вот эти getter, set, equals, хэшкод. Я просто добавлю дата и увижу то же самое. Перезапущу тест. Тест перезапускается. Вот у меня тест перезапускается. Я опять вижу, что все зеленое. Я опять иду в файндер, смотрю на этот класс и вижу, что он похудел в четыре раза. Это неплохо. Но самое интересное в этом всем, это то, что теперь в нем, уберем все ненужное, теперь в нем находится самый сок, его свойства, его интересные методы. Бурбон, не бурбон, односолодовый, не односолодовый, ну и так далее. На что это похоже? Друзья, я думаю, что вы кто-то знаком же с GPA. Ну, кто-то должен быть знаком с GPA. И на GPA мы пишем очень похожие entity. Там еще только ID-шку добавляем, колумн аннотации делаем и так далее. Часто для entity, мы говорим уже, что мы говорим про какую-то entity, которую мы, например, хотим сохранить. Нам необходимо переопределить equal за хэшкод. Потому что, ну, просто на всех полях equal за хэшкод строить, ну, это не камильфо. Поэтому я скажу, я хочу вообще-то equal за хэшкод из двух компонентов. Ну, давайте возьмем, для примера, бренд. Да, возьмем вот так вот бренд. И возьмем лейбл. В принципе, если у нас бренд и лейбл совпадают, наверняка эти виски одинаковые. Если это не так, то это, конечно, вообще какой-то пипец будет. Поэтому представим себе, что это правда. И еще одно маленькое изменение. Я хочу, чтобы в ту стринг мы не писали, из чего он сделан. В принципе, когда уже бухаешь, там абсолютно пофиг, из чего это все сделано. Вот. Окей. Запускаем. Опа. У нас упал тест. Ну, это, кстати, предположительно, это абсолютно нормально. Equals хэшкод для неодноковых виски тоже должны работать правильно. Это неправда. Почему? Ну, я когда писал тест, я-то думал, что все свойства учитываются. Сейчас поменял это правило. Сейчас учитывается только бренд и лейбл. Поэтому я вот это все из джек и почти джек удаляю. Здесь говорю, например… Ой, я удалил очень много. Тут-тут-тут. Тут-тут-тут. Вот так, например. Перезапускаю тест и должен увидеть замечательную картину. Зеленая травичка. Вот она растет у нас в июне во Львове. Все зелено, все отлично. Так. Виски печатает… Это мы посмотрели на Equals хэшкод. Всем все понятно, да, что произошло. Первый класс, вторая четверть. Ничего сложного. А Виски печатает себя уже по-другому. Смотрите, Виски напечатал себя уже без… Вот только есть лкоградусы, купажированный, не купажированный лейбл. А вот этих вот интересных, самых интересных свойств, чего он сделан, их уже нет. Они пропали. Ну что, мы немножко с вами покодили, да, вообще-вообще чуть-чуть. Давайте разберемся, что вообще произошло. Что такое ламбок? Мы заюзали инструмент. Вообще все, что мы сделали, мы просто добавили библиотеку в класс пасс. После этого начали добавлять аннотации и каким-то магическим образом у нас начал появляться код. И в идее тоже все работало и компилируется все правильно. Если я через мейвен соберу, тоже все будет чики-пики. Вот. Как же… Давайте разберем, что такое ламбок. Ламбок – это вообще-то остров. Вот так вот, внезапно. Остров в Индонезии. Находится рядом с Бали. Очень красивый, очень интересный. Почему он называется ламбок? Потому что на индонезийском ламбок – это перед чили, а жители этого острова любят добавлять в пищу перед чили. Зачем я это все вам рассказываю? Потому что создатели ламбока, думая точно так же, они говорят, так давайте мы чили добавим в язык Java, сделаем из нее Red Hot Chili Java и позволим убрать какую-то часть бойлер плейта. Как это работает? Что такое ламбок мы теперь себе представляем? Как это работает? Опять первый класс, вторая четверть, Java файл на входе, класс файл на выходе, Java Sin делает всю магическую работу. Как это происходит? Вот мы приблизительно… Вы понимаете, как это работает. Кто не понимает, как это работает? Все понимают, как это работает. Супер. Давайте посмотрим глубже, что происходит. Где тут магия вообще? О, давайте небольшой пол. Кто думает, что магия происходит вот здесь, поднимите руку, в генерировании исходного кода? Никто не думает. Все умные, все классно понимают, что происходит. Супер. А кто думает, что на основании класс файла происходит генерирование кода? Вот руки начали, уже меньше стесняются. А кто думает, что ни Java и ни класс файл? Приблизительно столько же. На самом деле магия вот как обстоит. Из Java файла Java C делает абстрактное синтаксическое дерево. Это объектная модель нашего source кода. Потом, это интересная часть, на этот source код можно взглянуть из вашего приложения во время компиляции. Это делается через annotation процессоры. Кто работал с annotation процессорами? Пару человек работало с annotation процессорами. Те, кто не работали, я вам просто рассказываю. Добавляете ваш класс в класс пасс во время компиляции, делайте его annotation процессором. И когда в коде появляется любая аннотация, annotation процессор вызывается, имеет способность что-то сделать. Что он может сделать? Он, например, может сгенерировать ресурсный файл. Он, например, может сгенерировать новый source файл. Он вообще может отослать ракету в космос, все что угодно. Это очень классное средство генерирования кода. Но что не может делать annotation процессор, это менять существующий код. Вот это AST дерево не должно меняться. А что делает ломбок? Почему он такой перченый, вот этот вот в середине? Он такой перченый, потому что ложил он на все эти правила annotation процессора. Он говорит, да поменяю я AST дерево, добавлю я в него перец и получу я новый класс файл, уже измененный. Вы должны понимать, что это уже не совсем типа Java, когда вот такие вот происходят карусели. Это уже не совсем Java. Как это делает ломбок? Он просто приводит, он смотрит, что за компилятор. А Java C, окей, я сейчас к приватным классам приведу. AST дерево поменяю, что мне нужно, добавлю, что мне не нужно, удалю. Важный вывод отсюда. Вообще не важно, какой build tool вы используете. Maven, Gradle, SBT, Ant. Абсолютно не важно. Важно, какой вы используете компилятор. Понятно почему. Потому что annotation processing происходит на стадии компиляции. NetBeans компилируют по Java C. И IntelliJ компилирует по Java C по умолчанию. Поэтому здесь работает все практически, здесь все работает без дополнительных плагинов. С одним уточнением я сейчас о нем расскажу. В Eclipse свой плагин. Это там итеративный build плагин. Он называется Eclipse Java плагин. И Eclipse Java компайлер, извините. И этот Eclipse Java компайлер, это совсем другой компилятор. Поэтому ломбок реализует всю свою логику для двух основных компиляторов. Java C и Eclipse Java компайлер. Он нативно интегрируется с Eclipse. Вам ничего дополнительно не нужно делать. С NetBeans тоже нативно интегрируется. Единственное, что вам нужно сделать, это поставить галочку. Enable annotation processing для компилятора. И после этого в IDE все будет круто. Для IntelliJ IDE тоже работает компиляция. Но вот эта вот подсветка структуры, синтаксиса, то, что я вам тут показывал. Давайте уйду в презентацию и покажу вам вот этот код. Вот этот вот. Сейчас перейдем на виски. Опа. Вот эту структуру. Для того, чтобы работала вот эта структура, для того, чтобы автокомплишен работал. Для этого и только для этого нужен плагин. Поэтому для IntelliJ есть плагин, вы его ставите. Он достаточно неплохо работает. И всю вот эту магию, которую я вам сегодня показываю, это делается именно с помощью этого плагина. Ну окей. Вроде бы всем все понятно, я надеюсь. Очень все просто. Очень просто и очень эффективно. Но давайте продолжим нашу презентацию. Мы поговорили просто про виски абстрактно. А теперь давайте поговорим, уже углубимся в сам процесс немного. И поговорим про бочки, в которых настаивается виски. Ну и приблизимся к процессу выпивания как-то. Про саму бутылочку. Будем наливать что-то в бутылочку. Давайте это задринкодаем. Да? Задринкодаем. Итак, возвращаемся в IDE. И в IDE будем делать что? Будем делать бочку. Бочка. Наша бочка, смотрите. Бочки. Что такое виски? Налили туда вот этот солод сделали. Потом налили эту сумиш. И вам нужно ее настоять какое-то время. Это все делается в бочке. Бочки могут быть простые. Просто дубовая бочка. На основе этого делается только бурбон. И больше ничего. А после того, как сделали бурбон, там несколько лет постояли, уже эти бочки можно использовать для чего-то интересного. Например, для односолодого виски. Поэтому бочки после бурбона это вот так вот. А бочки после хереса это тоже вот так вот. А иногда даже сначала настаивают здесь, а потом вот здесь. И вместе получается интересный вкус. Вот. И еще интересно, это сколько литров в этой бочке. В основном есть 200 и 500 литров. Разница в том, что по-разному быстро или медленно идут эти процессы. В основном вот эти два показателя. Почему я вам показываю этот класс? Я вам показываю этот класс, потому что он должен быть иммьютабл. Мы рассмотрели пример с мьютабл классами. А сейчас давайте посмотрим на иммьютабл, на класс, который позволяет нам описать иммьютабл объект. Что необходимо нам сделать, чтобы он заработал? Ну, во-первых, определимся, что нам вообще-то надо, чтобы он заработал. Для этого у нас есть бочка тест, которая вот создает бочку после бурбона 500 литровую. Мы проверяем, что у нас тут все качественно засетилось. Для того, чтобы мы видели, как у нас меняется код, я сделаю вот здесь вот сплит. И вы будете смотреть, что происходит. Вот тут сверху у нас бочка, а снизу у нас бочка тест. Дорогие друзья, не поверите, но все, что нам нужно сделать, это добавить аннотацию value. Опа. И все заработало. Как же так? Аннотация value ломбока создает конструктор с необходимыми параметрами. То есть вот для бочки это тип и литры. Посмотрим на структуру. Вот смотрите, бочка тип и int создался для нас конструктор. Создаются equals хэш-код, getter и вся остальная вот эта вот старая история. Это понятно, как работает? Тоже очень просто. Давайте посмотрим на что-то более теперь интересное. Бочка, бочка, это все скучно, эти литры. Давайте бутылку сделаем. Бутылочка, бутылочка. Вот у нас бутылка. А здесь у нас будет бутылка тест. Так, бутылка тест. Вот, будьте здоровы, кстати. Не болейте, выпейте вискарик после этого доклада. Значит так, бутылка. Бутылка и бутылка тест. Смотрите, что я хочу сделать. Вот это мне вообще очень нравится. Смотрите, бутылка тест. Я хочу сказать, я создаю бутылку через статический factory метод, бутылка в которой, а дальше будет Jack Daniels, и потом сеттером я задаю год, в котором она разлита. Разлита в году 2015. Не сет разлита в году 2015. Тупо звучит, что сет разлита. Просто разлита в году. И то же самое с геттерами. Бутылка виски, бутылка разлита в году. Без get и сет префиксов. Значит, и еще один тест у нас есть. Бутылку без виски вообще нельзя создавать. Что это такое-то? Бутылка без виски. Я понимаю, может быть, в нем может и не быть самого-то виски, но бутылка-то делается для чего-то. Давайте эти наши requirement покрывать. Как мы это сделаем? Ну, во-первых, добавим вот этот самый required-arch-конструктор, который нам, по идее, должен создать конструктор для необходимых параметров. Необходимый параметр один – это виски. Поэтому сейчас у нас в структуре появится, смотрите, бутылка виски. Но, дружище, ломбок, я не хочу конструктор. Я хочу статический factory метод. Я могу это сделать просто с помощью static name, в котором я скажу, в которой… Смотрите, позеленела вот эта штучечка у нас. У нас теперь есть статический конструктор. Еще я хочу getter и setter. Ну, окей, я могу пойти сюда, сказать… Могу сказать getter, могу сказать setter. Но мне не нужны именно get и set штучки. Я хочу, чтобы у меня были getter и setter, но я хочу, чтобы они были без этих префиксов. Как мне это сделать? Я говорю, меня интересуют аксессоры, но аксессоры должны быть флюент. Они должны такие… У-у-у, петь. И вот смотрите, они у нас поют. У нас все компилируется. Работает оно или не работает, мы сейчас посмотрим. Забегая вперед, скажу, вообще-то getter, setter, аннотации даже не нужны. Вы просто добавляете аксессорс, и у нас все качественно работает. Запускаем бутылка тест, бутылка тест, бутылка тест. Опа. Значит, бутылка тест у нас… У нас вот этот тест прошел. Конструкторы getter работают. Ну, это понятно. А вот нельзя бутылку без виски не работает, потому что мы передали в нее null. Как это требование нам покрыть? Да очень просто. Мы просто скажем, что… Ой, это переключение на этот русский язык, оно не всегда хорошо тут работает. Окей. Вот смотрите, я добавил просто аннотацию non-null. Вот такая вот non-null аннотация с ламбока. Вот. И сейчас произойдет еще одно чудо. Мы перезапустим. Наверное, получим зеленый тест. Все. Что сделал ламбок? Ламбок увидел, что аннотация non-null стоит на… поле. И это поле final. Поэтому, когда он будет создавать статический factory метод, он в этом статическом factory методе добавит код, который управляет виски null или не null. Если null, то он бросит exception. Теперь у нас все работает, все классно. Всем все понятно, что сейчас происходило. Отлично. Давайте идти дальше. Теперь мне надо будет сделать unsplit, потому что кода сейчас будет больше. Почему у нас будет больше кода? У нас будет больше кода, потому что мы сейчас будем бар строить. Нам же бухать надо где-то. Должно быть место, да? Поэтому давайте я сейчас тут добавлю бар. Вот. Ой-ой-ой, это не тот бар. Нам сейчас русский не подойдет. Извини, дружище. Нам нужен вот такой бар. Нам нужен английский. Так. Бар. В бар будет когда-то открываться. Через полчаса. Значит, в 7 часов. Закрываться. Например, в 11 вечера. У нас будут какие-то бармены. Вы сейчас узнаете, кто. И, собственно, вискари. Но с вискарями я тут немножечко упростил. У нас по ключу будет, что за виски. Мы так можем сказать. А ну-ка мне джек. И так, оба, и бутылочка в ответ. Или там мне, допустим, белс. И так, опа, бутылочка в ответ. По одной бутылочке пока, чтобы не напивались все. Вот. Вот как такое строить? Я, конечно, могу создать конструктор для всех четырех параметров. Да? Через required arcs constructor или all arcs constructor. И мне это позволяет ламбок сделать. Но я же качественный программист. И мозг у меня вроде есть. Поэтому я так делать не буду. Я сделаю это через шаблон builder. Для того, чтобы у меня это заработало, я скажу. Builder. Оба. Он мне такой. Фигась, фигась. Создает мне package private bar со всеми геттерами. И создает метод builder. Давайте посмотрим, как он работает. Конечно же, тест. Без тестов никуда. Так. Тест, 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 тест. Bar test. Значит, смотрите. Мы будем открываться всем. Закрываться в 11. Андрюша у нас и Марта. Организаторы будут нашими bartender. И будем пить bells и balvany. Насчет balvany – это шутка. Balvany очень дорогой, поэтому его сегодня в программе не будет. Но bells обязательно присутствует. Так. Погнали. Окей. Значит, вот у нас бар. Мы говорим, я хочу бар. Bar builder. Так. Ну, давайте. Значит, открываемся мы. Local time 19.00. Close time у нас 23.00. Теперь bartender наши. Могу как лист их передать. Но я как-то не хочу Марту и Андрея засовывать в лист. Давайте их поодиночке будем как-то туда вот засовывать. Для этого мне понадобится аннотация singular, которая подскажет билдеру. Типа, дружище, ты когда будешь билдить, ты можешь билдить не всех bartender сразу принимать, а можешь по bartender принимать. Давайте посмотрим, как это работает. Давайте посмотрим, как это работает. Возвращаемся сюда. Опять bartender. О, теперь я могу просто Андрея вот так вот поодиночке. И Марту сюда. Опа. Спасибо вам, ребята, большое за классную конференцию. Вообще замечательная конференция. Давайте похлопаем нашим организаторам. Просто как-то немножко расслабимся. Кода много, а благодарности организаторам мало. Так, поехали. Виски, виски, виски. Самое основное, за чем мы тут все собрались сегодня в воскресенье, это, конечно же, виски. Но мапу я тоже не хочу делать, поэтому я тоже тут добавлю аннотацию singular. То есть я захочу их теперь тоже поодиночке добавлять. Но как мне с ключами и значениями-то работать? Ну вот вместо мапы я теперь каждый раз буду говорить. Так называем виски, такую бутылку передавать, так называем виски, такую бутылку передавать. Сейчас, что я тут наговорил, вы поймете. Так, идем обратно. Теперь не виски, а виски. Так, что у нас тут будет? У нас тут будет bells. И мы скажем, нам нужна бутылка, в которой… Ох, как мне это нравится. Бутылка, в которой вообще супер. Не балвини, bells. И еще одна. Это у нас будет балвини. И тут мы должны заменить это на балвини. И в конце мы победно говорим построить дом, построить дом. Все. Бар у нас есть. Давайте посмотрим, работает ли этот бар. Что у нас тут с баром? Бар работает. Ну, это само собой. У нас сегодня все должно быть быстро и просто. А с ламбоком это практически всегда так. Поэтому мы получаем вот такой вот фидбэк от тестов. Мы уже на самом деле просмотрели, наверное, более половины фич всего ламбока. Хочу сейчас остановиться буквально на одну секунду и обратить ваше внимание. Мы смогли уменьшить количество кода для мьютабл объектов, для имьютабл объектов, для смешанных объектов, для объектов, которых много свойств. Можем применить билдер. Вам очень важно, когда вы все это делаете, правильно выбирать парадигму. Всегда стремитесь создать мьютабл объекты, если это возможно. Если фреймворк заставляет вас делать мьютабл объект, там DTO или GPA, то тогда используйте ламбок именно для этого. Но первым вопросом, на который вы должны ответить, это дизайн. Не используйте класс дизайн. Не используйте ламбок и вот эти вот конструкторы в 30-50 параметров. Есть только потому, что вы можете теперь это просто сделать. Ну окей, пошли дальше. Что у нас еще-то есть-то? У нас есть Java 9. Давайте поговорим про Java 9. В Java 9 появится, может быть, а может быть и нет, такая штука как VAR. Кто знаком с VAR? Знакомы с VAR? Вар позволяет нам вот так вот просто без определения типа добавить, определить литералы, определить, например, новые объекты. Можем создавать вот new array list и положить туда какой-то объект. А можем вызвать метод и вызов метода тоже присвоить переменную вот таким вот образом. Это все очень круто, только я, ребята, вам подскажу. На самом деле я заходил на сайт OpenJDK и почему-то JAP286 там не числится сейчас, как то, что попадет Java 9. Это немножко обидно, но сейчас, вот сегодня и вчера тоже можно было. Можно использовать вот такую штуку, как VAR, которая идет в ламбоке. VAR – это аннотация. Вот так вот она выглядит стрёмно. Типа аннотация blend, аннотация sinc и так далее. Она работает практически точно так же, как VAR, только она финализирует еще определение переменной. И как по мне это суперкруто, потому что это еще заставляет программистов привыкать к тому, как вот в скале, например. В скале тоже есть этот вал киворд. Вот вам вал киворд только в Java с помощью ламбока. Давайте посмотрим, где нам это в коде может пригодиться. Ну, во-первых, в классе популярных вискарей. Смотрите, когда я вот создаю вот этот виски, я могу теперь просто написать вал, заимпортировать его. И вот такая вот красота у меня есть. И теперь у меня тут даже будет работать вся эта подсветка. То есть он действительно выкупает, что у меня виски. Не просто какой-то там, не просто объект, а что это виски. То есть это очень круто. Давайте я вам покажу, что это прекрасно работает на дженериках. Вот, например, вот здесь вот у нас есть сет. Да, сет несколько. Я могу не писать вот этот длинный final set. Я могу здесь написать вал, тоже добавить вал. И здесь просто ему помочь в определении, что здесь у нас виски. И теперь у меня в несколько виски… Оба. Э, 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 все, попал. В несколько виски, видите, он мне говорит. Add, add, виски, не object, а виски. Супер. Как вы думаете, вал – это крутая штука? 100% крутая, пацаны, вообще супер. Нет, не всегда она хорошая. Она не всегда хорошая. Когда она нехорошая? Давайте я вам покажу пример. Давайте мы пойдем в бар. Так, пора вернуться в бар. Бар, 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 бар. Где бар? А бар у нас английский, окей. Значит, вот мы вернемся в бар. И представьте себе, что мы вот тут хотим, например… У нас есть метод, который возвращает рекомендации по виске. Как вы понимаете, рекомендации, вы уже, я уже об этом говорил, односолодовые на ячмене, вот это виски, которые обязательно нужно употреблять. Как у нас, вы к бармену приходим, так, давай, дружище, рекомендация. Он такой, берешь виски, короче, вот, я тебе расскажу. У нас есть виски, но мы, во-первых, это бутылки, это у нас мапа. Поэтому возьмем значение, это у нас бутылки. А потом эти бутылки, мы с них возьмем сами вискари и профильтруем, возьмем только то, что является односолодовым на ячмене. Здесь все понятно, да, все понятно, все очень просто. Но когда мы вот здесь, я не зря добавил тут такое длинное-длинное полотно, потому что здесь вообще нифига не понятно. Я хочу рекомендации. Что рекомендации? Какого типа? Да, вал мне сократил 4, 5 символов, 6, может, символов. Но здесь вообще нифига не понятно. Это хорошо, что я сейчас в IntelliJ такой красава тут стою и могу это все там себе код комплишеном понять. Но если я тоже красава, но в битбакете, например, или смотрю pull request, у меня нету там этих знаний. И вот я, например, вот здесь вот могу допустить ошибку. Делаю systemout println, я хочу, полагаю, что тут что-то хорошее напишется. А тут-то стрим. А стрим, если запринтить, там ничего не будет, потому что он такой типа лейзи. Вот. И мне нужно вначале его собрать для того, чтобы получить что-то интересное. Поэтому намного эффективнее в таких случаях сказать, у меня есть стрим виски. Звучит неплохо, кстати. Стрим виски, который я могу заколлектить в лист. И именно тогда получу правильный результат. Вывод. Val – это, конечно, круто, но это круто не всегда. Когда вы вызываете метод, когда не совсем понятно, что возвращает правая сторона, не используйте Val, а четко определяете тип с левой стороны. В C-Sharp эта фишка появилась уже давно. Но у них сейчас именно такие рекомендации для программистов. У этой черной вселенной. Что вот вы, значит, когда пишете, там есть у нас VAR, но вы когда VAR используете, и если с правой стороны непонятно что, то слева обязательно напишите тип. Вот такие вот дела. Ну что, ребята, мы движемся дальше. У нас еще сегодня, ого-го-го. Есть ломбок, супер, уже помог нам красавчик, классный перец. Но, но, на каждый ломбок, вот давайте поставим себе вопрос. Вот вы, кто любит смотреть во внутренности вещи, вот разбираться, что все равно, как работает под капотом. Вот, руки начинают подниматься, конечно, молодцы. Правильно, нужно понимать, что происходит под капотом. Чтобы лучше понимать, что происходит под капотом, для ломбока есть деломбок, как для каждого действия, есть противодействие. Как нам работать с деломбоком? Я вам покажу на двух дополнительных примерах, в котором мы будем добавлять не методы и поля, а мы будем модифицировать код методов. Вообще страшная штука. Смотришь на метод, а он уже не такой. Вот, давайте. Нам деломбок поможет понять, что происходит на самом деле. Итак, возвращаемся опять в IDE. Дайте я вспомню. Значит, синхронайз. Где нам нужен синхронайз? Нам нужен синхронайз, когда мы бухаем вообще-то. Поэтому я иду в бутылку. Вот, значит, бутылка. Bottle consume Russian. О. У нас вот в бутылке будет уже, собственно, чем мы будем пить. Это осталось. Да, у нас останется там 0,7 литров. У нас есть метод пить. И мы говорим, что сколько я хочу выпить. И мы выбираем, ну, как бы нужно понять минимум из того, что я хочу и из того, что осталось. И на это количество уменьшить то, что осталось. Вот на самом деле выпью. И мы возвращаем то, что мы на самом деле выпьем. Этот метод синхронайз. Почему метод синхронайз? Ну, потому что вы понимаете, когда есть бутылка, вот к ней это очень такой, очень-очень-очень конкурент доступ. Да, а вот есть еще такая штука, как синхронайз в ламбоке. И чем он отличается от стандартного синхронайз? Давайте посмотрим на основе D-ламбока. Для того, чтобы воспользоваться D-ламбоком, я пойду в пом.xml и добавлю здесь небольшую конфигурацию. Такую совсем-совсем маленькую. Вот. Она мне позволит сейчас, я сделаю mvn-clean-compile, она мне позволит сейчас сгенерировать D-ламбок-java-source, на основе которого получается настоящий класс-файл во время компиляции. Поэтому я делаю clean, чтобы все, что было, убрать, и compile для того, чтобы увидеть результат. Итак, идет процесс. А пока я вам покажу, что вот тут есть target folder. И в этом target folder, смотрите, появилась директория D-ламбок. Открываем бутылку. И смотрите, что у нас появилось. Вот как выглядит теперь метод. Вот как выглядит метод. У метода убрался synchronized из определения. Вот здесь. Мы вспоминаем, что мы сделали. Мы synchronized добавили как аннотацию, а убрали как киворд. Что сделал ламбок? Ламбок добавил synchronized внутри, но не начал синхронизироваться на самом объекте бутылка, а он выделил под эту задачу отдельный лог. Кто знаком с таким шаблоном? Отлично. Это написано в книге Joshua Bloch, Effective Java, в котором говорится, если там, если полному, если ваш объект unconditionally, там, thread save, то тогда вы, пожалуйста, используйте не лог на самом объекте, а добавьте отдельное поле и синхронизируйтесь по этому одному полю. И чтобы вот этот трэш постоянно не писать, в ламбоке появилась аннотация synchronized, которая делает всю эту работу. Ну, понятно, что там на очень-очень сильных нагрузках мы там должны уйти от синхронized, но в таких простых случаях это нам позволяет сразу быстро и качественно сделать нужное решение. И теперь дэламбок. Смотрите, дэламбок нам помог теперь увидеть вообще, что получается на самом деле. И вот тут вот маленький ноут от меня. Всегда, когда вы используете ламбок, хотя бы первый раз, воспользуйтесь дэламбоком, чтобы узнать, что получается на самом деле. Может, вам не понравится то, что тут получается, мало ли. Например, смотрите, тут есть такая интересная аннотация, как, ой, аннотация, как suppress warnings, например. Тут ворнинги убираются. Говорится, что это сгенерировано ламбоком. Вот вы можете увидеть ноденал проверку. Все-все-все внутренности можно увидеть здесь. Это очень крутая штука. Ну, хорошо. Давайте еще один use case. Синхронизм понятно? Супер. Давайте еще рассмотрим один use case. Use case, когда мы можем вдавить exception в пол. Прямо вот так вот. Вдавить exception в пол. Смотрите как. Когда доходит до алкоголя, обычно есть настырные ребята, которые хотят выпить даже то, чего нет. Поэтому давайте мы тут скажем, что если у нас нифига не осталось, вообще ничего нет, то тогда мы выбросим checked exception. Я для простоты его сделаю просто exception. Мы скажем, нечего пить, дружище. Нечего. Все. Что нам говорит Java компилятор? Говорит, дружище, ты, конечно, все окей, но я тебе не буду это компилировать, потому что у тебя вот тут вот checked exception не определен. А я такой пойду, скажу, а я не хочу его определять. Я добавлю sneaky throws. Видите, да? Sneaky throws просто задушил этот exception. Как вы думаете, что будет, когда выполнится вот этот код, когда у нас будет кто-то, кто пьет вообще безудержно? Давайте добавим этот код, собственно. Бутылка тест. Так, bottle consume.ru. Ой, не-не, не bottle consume.ru. Bottle drink. О, не, не bottle drink. Ладно, давайте тогда, давайте по-простому. Давайте просто скажем, что у нас есть бутылка, и мы из этой бутылки пьем 0.7, оба, и потом пьем сразу 0.1. Ну, как бы залпом, да, и потом еще чуть-чуть. Как вы думаете, что сейчас будет, когда я запущу этот код? Что будет? Exception будет. А какой будет exception? Runtime exception. Запускаем. Хорошо, запускаем. Runtime exception. Стоп, я, по-моему, не то. Да, я бар запустил. Не, бар не надо мне пока. Мне нужен. Ай, не рано. Смотрите, что выполнится. Что у нас получится? У нас exception. Нечего пить, дружище. Смотрите, в каком месте. Вот в этом месте. Вопрос, как это работает? Как вообще эта штука именно выглядит как exception и пробрасывается наверх? Что мы делаем? Правильно, мы запускаем delamboc. Мы запускаем delamboc еще один раз. Clean compile. Смотрим на сгенерированные ресурсы сюда. Так, это у нас была бутылка. Вот, смотрите, что у нас тут. Вот наш синхронайз-код предыдущий. Тут стоит настоящий try-catch, который ловит все. Просто все ловит. И он выбрас, после того, как он что-то словил, он говорит, а я хочу сделать такой себе sneaky throw. Sneaky throw – это настоящий runtime код от ламбока. Он делает вот такую штуку. Есть в дженериках, может, кто-то знаком. Скажите, кто знаком. Сейчас, давайте. Сначала объясню, а потом спрошу, кто с этим был знаком. Значит, в дженериках есть такая штука относительно exception. Вот можете сказать, что я типизирую метод по runtime exception. И в этом методе, несмотря на то, что вы бросаете изначальный exception, вы можете его привести к runtime exception. С помощью этого хака в компиляторе можно на самом деле выбросить checked exception из любого места. И он вообще положит все, что у него есть, вот, доброе, вечное, на ограничение компилятора. Вот так вот это и работает. И в этом нам помог разобраться де ламбок. Стоит ли использовать sneaky throws? Как вы думаете? Аккуратно. Совершенно верно. Есть случаи, когда он очень классно работает. Например, то, что я у себя на проекте делаю. Когда я пишу тесты, и мне нужно в тестах… Отлично. Мне нужно в тестах, например, загрузить какой-то файл. Я там получаю IO exception. Зачем мне его 300 раз пробрасывать в тестах? В тестах мне это не нужно. Поэтому я в этом случае использую sneaky throws. Если я, например, получаю чарсет utf8, который в спецификации JDK прописан, что он обязательно должен быть на каждой платформе, но мой класс чарсет всегда мне все равно выбрасывает этот ненавистный чарсет not found exception. В этом случае я тоже смогу использовать. Или поступлю умнее. Подключу главу, а в главе есть эта константа с чарсетом utf8. И мы будем использовать ее. Вывод какой? Используем, но очень-очень-очень осторожно. И лучше мы промодифицируем наш код так, чтобы у нас или не было этих checked exception, или чтобы они были явно определены, чем будем везде добавлять вот такой вот sneaky throws. Ну что, друзья? Все вроде бы у нас хорошо. Давайте подведем итоги. Небольшие итоги. Что у нас в итоге? Чем помогает ламбок? В ламбоке намного меньше бойлер-плейта получается. Особенно для кода, который повторяется. Его очень просто использовать. Смотрите, мы за 40 минут покрыли большую часть библиотеки и просмотрели на реальных кейсах, когда нам это нужно. Как это влияет на дебаг? Очень популярный вопрос. Минимально. Да, у вас будут хопы, когда вы будете ходить, например, по геттерам, сеттерам или по вот этим вот методам, промодифицированным, synchronized или sneaky throws. Вы будете видеть вот эти вот перехваты. Но, в принципе, это не сильно сказывается на дебаг-экспириенсе. Это намного менее хуже, чем, например, сгенерированные динамические прокси какие-то. И очень классная штука – это то, что его можно расширять. Можете написать свою аннотацию и свой хендлер для того, чтобы добавить нужный вам бехевер. Единственный недостаток – это то, что вам необходимо будет этот бехевер реализовать для двух компиляторов. Помните, да, у нас есть завязка на компилятор. Для Java C и для Eclipse Java Compiler. Недостатки какие? Вы теряете… Вот Java, она такая вербозная, но у нее есть одно классное преимущество. Вы всегда знали, что получаете в итоге. Здесь вы этого не знаете. И особенно молодые умы, которые приходят на проект, они могут не оценить вот эти преимущества и могут где-то там запутаться. Например, вы добавили data-аннотацию на класс, а программист добавил поле. И он сам того не подозревая на самом деле расширил API, для которого добавился getter и setter. А если там был определен equals и хэш-код без фиксированного указания полей, то equals и хэш-код начал по-другому работать. Вот так вот при внесении одного поля может поломать логику. Поэтому нам необходимо быть очень в этом осторожными. Это основная причина, по которой есть такое явление, как ненавистники ламбока и похожих других инструментов, потому что теряется вот это what you see is what you get. Альтернатива, конечно же, или всегда писать этот boilerplate, или использовать какие-то дополнительные библиотеки для того, чтобы избавляться от boilerplate, или же переходить на другой язык программирования. Такой, как Scala, который уже умер в этом году, поэтому можно не переходить. Отлично, пошли дальше. Refactoring. Refactoring будет хуже. Понятно почему. То, что мы сейчас будем менять в одном месте, не обязательно будет меняться во всех остальных местах. В IDE это видно. Очень просто неправильно использовать. Вы, я надеюсь, я вас убедил в том, что это действительно очень просто. Как просто использовать, так просто использовать неправильно. И недостаток, о котором я уже упоминал, поддержка экстеншенов немного более… Вы теперь должны писать boilerplate при написании экстеншенов, потому что у вас есть два Java компайлера. Вот так вот проблема сузилась в аннотейшн, там, в ваши аннотейшн-хендлеры, которые теперь должны дублировать логику для JavaC и для Eclipse Java компайлера. Выводы, какие мы можем еще сделать. Дизайн в любом случае на первом месте. Не пользуйтесь инструментом только потому, что он вам сокращает код. Сокращайте код только тогда, когда это не противоречит парадигме, с которой вы работаете. Очень много магии – это плохо. Мы видели это с валом. Я лично не использую аннотации, которые меняют код методов. Такие, например, как synchronized. Такую важную часть, как логику синхронизации, я лучше буду держать явной. А вот с Никит Роуз и в тестах. Ну, это еще окей. И обязательно пользуйтесь делобоком для того, чтобы понимать, что происходит под капотом. Альтернативы. Какие есть альтернативы? Куда можно еще посмотреть? Есть такой проект, как Google Auto, который действует как правильный аннотейшн-процессор. Мальчик послушный. Ломбок мальчик не послушный, а Google Auto мальчик послушный, потому что он генерирует дополнительные source файлы. Работает это так. Вы определяете ваш класс абстрактным, добавляете в него аннотации Google Auto, например, там Immutable или я не помню, как они называются. Он генерирует класс конкретный, и в этом классе уже весь этот контракт исполняется. Можете посмотреть, это интересная разработка, и они тоже пользуются. Ну и настало время, наверное, подходит к тому, чтобы выпивать. Ну, у нас остается пять минут. Я готов ответить на вопросы, которые есть в аудитории. Есть вопросы относительно дефолтовых значений и билдер-паттерна. Как правильно это делать? Значит, вопрос такой, как работать с дефолт-значениями и билдер-паттерном. Дефолт-значения мы указываем при инициализации поля, и эти дефолтовые значения на самом деле будут перетираться, когда будет создаваться конкретный объект. Здесь ламбок не поможет решить этот вопрос, к сожалению. Это известная проблема. Ну, как бы в чистом виде ее нельзя будет решить. Когда у меня возникает такая необходимость использовать дефолтовые методы, то я обычно не использую тогда билдер-паттерн. К сожалению, ламбок это не позволяет сделать. Я видел на форумах, были разговоры о том, чтобы сделать какую-то там, сделать вот энхансменты в ламбоке, чтобы все-таки поддерживать этот бехевер. Это вот насколько мне известно такой ответ на этот вопрос. Владимир, у меня вопрос следующий. Мы на GE Conf увидели, что прогрессивное человечество использует ламбок, ну и в принципе начали его использовать тоже. И, ну, приятно, конечно, работает хорошо. Но буквально в пятницу я столкнулся перед отъездом на конференцию. Столкнулся с неожиданным поведением. У меня был иммютабл класс. И я писал парсер. В том парсере в том числе надо было из стринга, в котором JSON его преобразовать в объект. Ну, понятно, object map, read value, и там указывается type. И поскольку у меня был иммютабл, понятно, что я получил там ругательство, что нету по умолчанию конструктора, нету сеттеров. И тому подобное. Я наобум взял, и у меня класс был написан иммютабл с помощью ваниладжала. Я написал аннотацию собака, валью. После этого он заработал. Я вот это объяснить не могу, а время исследовать уже не было. Я быстро закомитил код и приехал на конференцию. А до этого была какая аннотация? Красава. Тупо лучший. До этого не было никаких аннотаций, просто было файнал написано, файнал поля. Только геттер и конструктор со всеми требуемыми полями, все. Я не знаю про такую особенность. Да, это отдельный. На самом деле я не знаю ответ на этот вопрос, потому что отличие между валью и тем, что ты описываешь сейчас, и его нет. Я читал то же самое по документации. Но вы подсказали инструменты, я думаю, что этим займусь. Да, посмотрите непосредственно на дельту. Вообще красава. Еще вопросы есть? У меня тоже такое специфическое питание. Часто, когда вы используете JacksonMapper и у тебя конструктор с файнал полями, ты любишь ставить аннотацию JSON Creator, field такие, field такие, field такие. Тут есть какие-то решения? Потому что у тебя уже конструктор не будет. Есть такое решение. Да, можно добавлять аннотации на параметры и аннотации на методы. Есть такое средство, там вы пишете собачка, подчеркивание, подчеркивание, и можете указать на конструктор или на параметр, какой необходимо добавить аннотацию. И это будет работать. Я точно знаю, что это работает для возвращаемых значений из методов. По-моему, на параметры это тоже переносится. Вот посмотрите. Причем вот это хак. Вот это звезд, собака, которая нужна для аннотаций. Собака, подчеркивание, подчеркивание, триггерит какой-то странный бехевиор у Java C, он воспринимает это как ошибку. Но Ламбок это перехватывает и делает свою работу. Вот такая вот есть особенность у Ламбока. Еще вопросы есть? А вот тут, да. Как впливает использование Ламбока на швидкость компиляции? То есть, если я импортну 10 проектов, и моя сосредоточечка не умрет, то все доброе. Очень хороший вопрос. Как это влияет на скорость компиляции? На скорость компиляции это влияет негативно. На сколько процентов, я вам сказать не могу, но в моем опыте никогда мы не сталкивались с проблемой того, что у нас проект компилировался заметно медленнее, чем проект без Ламбока. Потому что, да, это может повлиять, как вы понимаете, только на процесс компиляции, вообще использование Ламбока, не на процесс рантайма. Потому что в рантайме уже байт-код есть, уже все качественно работает. На компиляцию может повлиять. И annotation процессоры вообще-то работают таким образом. Они когда что-то обрабатывают, дорабатывают, фаза начинается не сначала, а с предыдущего шага, чтобы обработать то, что было нагенерировано. Поэтому в некоторых случаях я подозреваю, что это может быть очень, может быть медленно. Но в моем опыте это никогда не составляло проблем. И обычно, если честно, мы Ламбок используем, но мы не используем его в каждом, например, во всех классах. То есть у нас какая-то часть кодбейза использует Ламбок, какая-то часть не использует Ламбок. И это иногда make sense. Вы больше хотите там, где вам действительно нужно убрать boilerplate, вы используете Ламбок, и это не всегда большая часть вашего кода. А в меньшей части кода этой проблемы нет. Соответственно, импакт времени на компиляцию обычно даже меньше. Еще есть вопросы? Есть еще один вопрос от Тараса. Честное слово, это, конечно, прекрасно, джентльменское соглашение. Мы обещаем, что мы не будем говнячить. Ну, понятно, куда засунуть это обещание. Какие из практического опыта за время использования защиты от дурака приходилось писать и приходилось ли вообще, ну и на что обращать внимание, если да? Ну вот я по ходу презентации объяснял, на какие моменты я лично обращаю внимание. Я стараюсь не использовать data, потому что я стараюсь не использовать mutable классы в принципе. Если я использую equals the hash code, то я всегда четко перечисляю те поля, для которых мне нужно генерировать equals the hash code. Иначе простое изменение поля, как я уже приводил пример, может привести к брейку контракта. Я не хочу, чтобы это происходило просто при обновлении состояния. Я использую val, например, только тогда, когда мне четко понятно, что с правой стороны. Если я делаю new, если я инициализирую константу, то это намного проще, чем писать final. Я не использую, например, value, если у меня есть один единственный параметр, одно единственное поле в классе. В этом случае я лучше явно это сделаю. Вот эту вот грань каждый программист выбирает для себя и уже определяет, он хочет вообще по полной программе использовать инструмент. Или все-таки ему не сильно нравится, что what you see is what you get. Характеристика теряется, и поэтому он сужает использование. У меня это где-то находится посредине. Builder шаблон тоже имеет ограничения, такие как, например, дефолтовое значение. И иногда вот просто так Builder добавить будет тяжело. Вот это то, с чем я стыкаюсь. Я еще вам не показал одну фичу. Я про нее просто забыл, потому что у меня нет четкого-четкого плана на презентацию. Есть такая штука, как аннотация log4j, log4j2, logger и так далее. Она автоматически добавляет private static final field в ваш класс, который делает логер по этому классу. И это очень удобно, потому что вам не нужно в каждом классе писать вот это private static final, private static final, не забыть название класса. Вы просто добавляете аннотацию и говорите, что типа, дружище, да я на самом деле-то хочу всего лишь что-то написать. Вот вам пример. Давайте, ничего, если мы одну минуту на это потратим. Это прикольная демо. Вот я вот это вообще люблю использовать. Давайте добавим новый модный log4j2. Опа, вот такой вот, самой последней версии. Не log4j, а log4j2, а синхронный на дисрупторе вообще. Просто офигеть, какой крутой. И вот у меня есть бар. Вот, и в баре, бар, не бар тест, а бар. И в баре у меня был вот тут этот system out. Ну кто сейчас пишет system out? Ну кто сейчас пишет system out? Вова, проснись. Мы сейчас все пользуемся логерами. И вот давайте определим наш логер. Я создам поле логер. Я скажу private static, final, конечно же, вот это все логер. Я скажу вот здесь вот, что мне нужен лог менеджер. Я возьму логер, например, по классу bar class. На самом деле, чем крутой log4j2, это не надо писать. Он сам догадается. Кто не знал, теперь будет знать. И теперь смотрите, у меня компилируется этот метод. Давайте мы вызовем его. Давайте мы пойдем сюда и скажем напечатать рекомендации. Вот, печатаем рекомендации. Так, что у нас сейчас будет? У нас сейчас будет, вот видите, это вывод логера. Он даже поругался, что у него конфигурации нет. А теперь я пойду в бар и скажу, знаете что, мне вот вообще не нужен этот лог. А я просто добавлю аннотацию. Log4j2. Па-бам. У меня все компилируется. Я запускаю и увижу ровно тот же самый behavior. А если вдруг я такой себе решил, а у меня другой project convention, поэтому я могу создать ломбок конфиг. Например, не лог, а логер я называю из большой буквы. Я тогда открываю, создаю файл ломбок конфиг в руке моего проекта. Я говорю, лог филднейм должен быть не лог, а логер. И мне такой ломбок. Да вообще не вопрос. Только аннотацию пересоздай, потому что баг есть. Вот. Все. Все. Ага. Работает. Все. Вот такая крутая штука. Для Log4j1, для Joule, для SLF4j, для всего, что вы хотите. Все. Давайте идти отдыхать. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok